Еще одно предновогоднее чудо. Дед Мороз может поставить галочку сделано напротив желания маленького мальчика из Наринмара. Мечта четырехлетнего Арсения сбылась. Вместе с мамой малыш написал на елку желание своей заветной и несбыточной мечте. Что из этого вышло, знает Ольга Русул. Да, 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 да. Открывайте глазки. Это тебе. Ты заказывал Деду Морозу электромобиль. Просил у Дедушки Мороза электромобиль. Четырехлетний Арсений – воспитанник Центра особое детство. Впервые о проекте елка желаний они с мамой узнали несколько лет назад. Но озвучивать свое заветное долго не решались. И вот новенький почти как настоящий Мерседес. О елке желаний мы узнали, наверное, года три назад. Если честно, мы до последнего сомневались. Не сразу написали, мы написали в последний день. Поэтому Арсюшка сидели, сидели, залезли в интернет. Я говорю, ну давай напишем на елку желаний. Свою самую заветную мечту, о которой он читал три года, да? И вот он сам сказал, напиши большую тачку. Исполнить мечту мальчика из особого детства взялась сенатор от Ненецкого округа Римма Галушина. Быть волшебником всегда непросто. Но эмоции Арсения при виде нового автомобиля лучше всякой похвалы. Конечно, мы не волшебники. Но мы можем передать это желание Деду Морозу. А Дед Мороз обязательно под Новый год исполнит любое желание всех детей. Поэтому я рада, что я могу помочь в этом. Как здорово, когда у человечка в глазах загораются огоньки от того, что его желание, вот оно, исполнилось. И очень часто, к сожалению, родители не могут такие желания исполнить, потому что в основном они дорогостоящие. Во время праздничного утренника Римма Галушина вручила руководителю центра Татьяне Вепревой заслуженное благодарственное письмо от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ребята, вам очень повезло. У вас есть такая добрая фея. Сегодня она снегурочка, я так понимаю. И вот эту добрую фею, вашу добрую фею я хочу очень поблагодарить. И вручить ей сегодня при вас благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Общественная организация «Особое детство» существует в округе 2,5 года. Все это время специалисты центра занимаются развитием и помощью детям, имеющим проблемы со здоровьем. Постоянную поддержку в центре получают 82 ребенка. Буквально на прошлой неделе «Особое детство» изменило статус с региональной организации на межрегиональную. По словам руководителя, это значительно расширит диапазон возможностей центра. Мы будем иметь возможность приглашать с других регионов ребят к нам. И в то же время это даст нам возможность участвовать в грантной поддержке других регионов. И возможно, в будущем когда-нибудь мы создадим маленькие филиальчики в других регионах. И, например, та же система «Отаматис» будет помогать ребятам не только в Неницком округе, но и, например, в Коми, в Вологодской области и так далее. Летом этого года организация справила новоселье, переехав в более современное здание. Единственная трудность теперь – проблемы с системой отопления. В зале слишком холодно. Но Татьяна уверена, надо только загадать желание приложить некоторые усилия, и оно сбудется.